Доброе утро, участники делового завтрака! Ученики 9-го Б. Арширова Амалия и Новикова Евелина приветствуют собравшись на сегодняшнюю встречу. Для тех, кто не был участником завтрака на прошлой неделе, сообщу, что сезон встреч этого учебного года называется «Завтраки с первой». Это будут мотивационные встречи с учениками, студентами, взрослыми людьми, которые стали в чем-нибудь первыми, стали лучшей версией себя, которые находятся в постоянном развитии и готовы писать себе имена в историю России. Эта встреча будет с участниками развития добровольчества в Республике Татарстан. Сегодня мы приветствуем вам десертами наших очаровательных гостей в режиме неформального общения с учениками и педагогами. Аплодисменты в студию! Первый вопрос я хочу задать нашим милицистам. Ребята, что вы знаете об организациях добровольческих инициатив в РТ? Я знаю, что Канила знает вас. Что вы знаете об РТ? Всем доброе утро! Я сейчас только как раз в культурологической семье Доброго Татарстана в лагере «Добрый». Как вы обучаете миланцорству? Чем занимаются миланцоры? Как это поможет? Спасибо! Давайте теперь посмотрим на экран. Волонтерство для жителей Республики Татарстан давно стало нормой жизни. Массовое вовлечение жителей Республики в волонтерство берет свое начало с подготовкой к проведению 27-й всемирно-летней универсиады 2013 года в Казани. На сегодняшний день Татарстан – один из самых продвинутых добровольческих регионов России. Что может объединить инициативы добровольцев из 45 муниципальных районов Республики Татарстан и помочь им в реализации их идей? Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан. Развитие и популяризация волонтерства – главная задача ресурсного центра. Это люди, живущие по принципу «нам не все равно». Ресурсным центром в рамках подпрограммы «Развитие добровольчества в Республике Татарстан» на 2021-2025 годы реализуются проекты, направленные на развитие добровольчества. Конкурс «Добрый край» и «Гелек-Жире». Премия «Добрый Татарстан». Конкурс «Добровый фирь». Конкурс на проведение смен добровольческим сообществам. К ресурсному центру уже присоединились волонтеры-медики, волонтеры-победы, молодежка ОНФ, волонтеры-культуры, ассамблея туристских волонтеров, поисково-спасательный отряд ОРСО, движение «Молода душой», творческая инклюзивная студия «Эмоция», движение «Казан Волонтирс», экологическое движение «Будет чисто», а также 45 муниципальных волонтерских центров. Присоединяйся и ты. АПЛОДИСМЕНТЫ С историей развития творчества Республики Казахстан мы познакомились. Пришло время познакомиться с историей жизни нового пути Ксении Витальевны и Анастасии Игоревне. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Нам нужно в целом в нашем жизни нового пути сказать, как можно поподробнее. Как можно поподробнее. Мы начали с того, что мы с Настей идем всю жизнь, с детства, вместе. Так получилось, что мы были сначала вместе в садике. Потом, получается, в одном классе сидели за двоим партой. Мы и работали, собственно. Вместе начали. Вот, мы закончили школу, получается, в 2020 году, поступили в ПКУ, и так сложилось, что я поступила в направление медиакоммуникации, и очень затянулась сфера медиа, и очень стало интересно освещать то, что у нас происходит в республике, и повернула такая возможность, работая в информационном ресурсном центре медиа-добровольчества, и вот так вот я стала встречать в другом, чтобы в детстве с нашей студией. Спасибо, пожалуйста, вам слово. Всем доброе утро. Что можно сказать про себя? Это еще, наверное, со школы я стала увлекаться добровольчеством, у нас были 17-лети, поступила в КПУ, познакомилась с хорошими ребятами, которые также помогали населяться в длительном центре, вы подсказывали какое-то направление, и, в частности, наверное, три мероприятия оказало себя достаточно ответственным человеком, и меня стали привлекать не просто волонтером, а тем лидером, постепенно, постепенно, постепенно. Теперь я работаю в информационном ресурсном центре добровольчества, старшим специалистом, и занимаюсь непосредственно уже организацией философии предприятий, Анастасия Ксения Утяговна, занимается освещением предприятий нашей деятельности, то я занимаюсь именно волонтерской деятельностью, то есть у нас многие волонтеры бывали на предприятиях. И так. Спасибо вам большое. Расскажите подробнее, чем занимается ваша организация, какие идеи и планы есть на ближайшее время? Ну, как уже было сказано, наша организация занимается развитием добровольческой сферы в республике, мы являемся центром 40-ти муниципальных образований в республике. Из планов у нас сейчас запустилась, значит, получается, философиканская премия в сфере добровольчества «Добрый Татарстан», в которой, кстати, вы можете принять участие. Также у нас скоро запускается конкурс на освещение добровольческой деятельности в эфире, где вы тоже можете принять участие. Я тоже не видела, что у вас есть газета в лицея появилась. У нас открылся лагерь, лагерь «Добрый» и вот мы занимаемся сейчас, у нас будут впереди еще три смены, для которых мы будем принять участие любой желающий, в том числе и вы. Нужно будет подать роль в заявку. Подробнее вы можете узнать у нас на сайте или же в нашей группе ВКонтакте, где Ксения подробно расскажет, напишет свои посты. Спасибо. А сколько можно отметить в лагерь сейчас в Казани? Так как у нас идет счет на всю республику, могу сказать, что все республики на 138 165 волонтеров по итогам на этот год. Вот. Спасибо. Благодарим вас за интересный ответ. В нашей школе будет открываться клуб волонтеров. Его руководителем является Анна Алексеевна. Анна Алексеевна, вам слово. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашем лицее, так как вы окончили наш лицей и снова в наших стенах. И причем занимается такой добродушной деятельностью, приносится пользу людям. Мы тоже решили на стенах нашего лицея открыть отряд волонтеров. Скажите, пожалуйста, с чего нам начать? Что преподавать детям? Чему их обучать? Наверное, спасибо большое за вопрос. Наверное, в первую очередь нужно понять, кто будет волонтером, и что волонтеры – это не просто люди, которые хотят провести время, которые будут заниматься в этой деятельности, но это небольшая ответственность, потому что если вы кумируете добровольчество в уровне лицея, и потом выходите на более масштабные и крупные мероприятия, то нужно понимать, что не только отвечаете за себя, вы представляете в целом Татарстан, Казань за себя. Нужно знать, наверное, все основы добровольчества и деятельности, направления, и какие плюсы будут у волонтера заниматься в этой деятельности. Наверное, стоит всем также расскажите про волонтерские книжки, которые научатся заполнить в первую очередь. Для того, сколько они будут ребятам очень полезны. Еще один такой вопрос про волонтерские книжки. Туда же должны вписываться мероприятия и часы. Скажите, пожалуйста, главные мероприятия мы откуда-то будем брать? Потому что это же организовано, какая-то же организация должна официально вписываться в третьем числе. Мероприятия бывают разного масштаба. Это может быть как ваше мероприятие от школы, то есть субботник. То есть вы можете завести аккаунт на Добро.РФ от школы, впоследствии получить верификацию. Это достаточно просто. И тогда у ребят уже будут верифицированные часы, которые будут потом в дальнейшем помогать им поступать в вузы. Если говорить про другие мероприятия, вот у нас есть такая возможность авторстан. Мы тоже являемся верифицированными часами в воде. И поэтому ребята могут продаваться немного на какие-то школьные, локальные мероприятия, но и на более-менее штабные. То есть это может быть какие-то казанские, городские, в том числе и суббекарские. У нас есть также еще, вот наскоро будет, всемирный фестиваль молодежи. Там также можно пройти участие. То есть в целом любое мероприятие, которое выходит ребенок, можно пройти посетование и уже дать участие. Благодарю вас за ответ. Я вам продолжу. У меня есть такой очень интересный вопрос. Нравилось ли вам учиться? Как складывалась ваша школьная жизнь? Нет, ну все равно, как всегда сложно учиться, наверное. Сначала понимаешь что-то как, соешь тоже рано, белые завтраки тоже всегда ходили. Но со временем, когда выпускаешься, начинаешь больше ценить учебно-звездочные учреждения, потому что дальше, как оказалось, немножко сложнее. И поэтому школа – это прекрасно, в мой взгляд. Здесь можно учиться много, но не только какие-то знания по предметам, но и какие-то жизненные опыты. То есть в том числе и начать добровольческую деятельность, но заниматься даже здесь. В целом много возможностей в школе, которые можно попробовать. Я согласна с Настей, что во школьное время – это, наверное, самое лучшее, которое было на данный момент на моем жизненном пути. Большое спасибо, я бы хотела сказать, привет к нашим учителям, которые поддерживали нас на протяжении всех 11 лет. И мне кажется, еще играет роль, что вы именно в лицее находитесь эти 11 лет, потому что у нас просто невероятное учебное заведение, в котором поможешься не только развиваться как, ну, получается, в общеобразовательных предметах, но и находить себя как просто личность и становиться... Подождите, сейчас. Вы можете становиться... Мысль потеряла. Ради протекции. Я хотела сказать, что наше... Я еще по привычке все школы называю, надеюсь, никто не против, что наша школа дает возможности получать образование не только по общей образовательным предметам, но и проявлять себя даже на таких мероприятиях, как Новый год, на битву хороб, если она все еще есть. То есть такие внеурочные мероприятия дают, как у нас есть, очень большой опыт и могут оттолкнуть вас на какую-то... на какую-то сферу, которую вы в будущем захотите развивать как свою профессию. Устраивает ли вас ваша работа? Может, хотелось что-то поменять? Нет, устраивает. Тут нет такого, что... Нельзя заниматься какого-то деятельности, или ребят, поэтому просыпаемся с ним, идем на работу, работаем до вечера, выходные у нас, не выходных, работаем в 7-0, у нас сразу мероприятия, бывают рамки, выезды, то есть это все приносит такое удовольствие, работа именно с людьми. Это как бы... У меня это здорово, самослужительно, наверное. Мне очень нравится работать, потому что в первую очередь я попала сюда по своей специальности, которую полюбила вообще всей душой, и так получилось, что работа дает мне не только положительные эмоции, какую-то частичку добра, но и вероятный рост профессиональных качеств. Наверное, вот так. Спасибо. А сейчас небольшой бриц. Вам нужно будет продолжить начатые нами фразы. Вы готовы? Да. Мы начинаем. Вы обрадуетесь как ребенок, когда... Убежим, могут заявок на такой рак. Ксюша, наверное, просмотрим, наши поста будут. Человек, а можно я обрадуюсь как ребенок, когда вы все подпишетесь в наше сообщество. Хорошо, мы обязательно сделаем это. Человек не будет в вашей команде, если... Он не будет мотиваться и работать в классной команде. Я вопрос прошу. Человек не будет в вашей команде, если... если он не добрый. Главное качество сильного человека это... Иска. 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 Ответственность. Вы почитаете о... Открытие школы. Запретить закон, регулирующий добровольскую деятельность. Ваше любимое время года. Где-то. Иска. Ваша работа полезна людям, потому что... Мы нечем добро. А я рассказываю добры. Самое главное ваше достижение. Оказаться здесь. Закончить школу. Отличный блин. Возможно, у ребят есть еще вопросы. Объявляем микрофон свободно. Меня зовут Анина. И скажите, получается, по поводу лагеря, колбея. Семена будет с... Семена будет именно этой осенью или с темой? Это уже будет, наверное, Семена четвертая. Лагеря в нашем Петербурге начнется в этом году. Лагеря у нас... 28 октября стартут смены ближайшие. Более подробной информацией можно в проспектах сессов ВКонтакте. Там все. Смен будет много, в целом. То есть вы можете податься как на отдельную смену добровольщиков. То есть это вообще какие-то... А есть еще собрежения. То есть, помимо того, что Лагеря является первым добровольщиком вообще в России, мы очень этим гордимся. И... Нет, он. Конечно, это в основном будет проводить летом смены. Запустили в этом году, опять же повторюсь, летом был запуск у нас. Лагеря считает не только детей. У нас там проходят семинары за ответственность дозавровочное по муниципальному образованию и вот с июня по октябрьным летом. У нас проходят смены, поэтому, я думаю, скоро времени зимой будет проходить. Сейчас мы готовим. Добро пожаловать в кабинете обинобедлены. Еще раз. Пслуга проверить. Сейчас срочно собраться в кабинете обинобедлены. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какой у вас был самый запоминающийся проект, о котором вам бы хотелось рассказать, как ваши достижения. Вот вы говорите, да, про добро. Вот в каком проекте это было ярче всего реализовано? Мне кажется, это республиканский конкурс добрового эфира на освещение добровольчества, потому что я думаю, что чем больше мы будем рассказывать о добрых делах, которые делают люди, тем больше, тем добрее станет не только наша республика, но и страна в целом. И чем больше добрых людей, тем счастливее жить. Если говорить от себя, наверное, скажу, что это будет мое первое мероприятие, которое я вообще организовываю, это из Геоблогрожильный, какое-то мероприятие в Спасском районе, в Болгарах. Был ранний подъем, это мы выезжали в 3 утра, и достаточно тяжелое было мероприятие по погодным условиям, но несмотря на это все 160 волонтеров, которые мы повезли с собой в Казань, из Казани, точнее, в Болгарах, очень здорово показали себя, свои добровольческие качества и помогли каждому желающему, которому хотели бы. И вот после этого мероприятия у нас был большой был приток вот именно добровольцев нашего ряда, потому что, наверное, это одно из обладающихся в мероприятии. Доброе утро. Какое первое было ваше волонтерство? Если говорить, какие-то организованные, как раз таки, вот здесь я был укричен, а если говорить, где я была, ну, вообще начиналось все со школы, со нас здесь, а далее уже, наверное, здесь были какие-то более масштабные. специальные всемирные олимпиады ну, да, проходила на столь по тестированию всей этой системы, и там я была в качестве волонтера и постойки, но, к сожалению, на нашем объекте не работали по стойке, и я оттаза не может судьи, то есть на первом мероприятии я была, там тоже были ранние подъемы, вот в 6 утра выезжали, полная, но еще было непонятно, но вот очень интересно, понравилось, как зацепило силу, и все, и все, и все, что не было. Расскажите, пожалуйста, про бизнесы волонтеров. В первую очередь, это, наверное, благодарственные письма, это у всех всегда есть, каждое предприятие, это сервисы для волонтеров, это бывает разная типировка, питание, водичка, то есть все необходимое для деятельности, это большие классные знакомства, то есть можно найти друзей, часто бывает такое, именно в этой правильской деятельности надо перед себя и в дальнейшем найти какое-то свое направление, то есть у нас были ребята, которые здорово сопроведили и потом уже пошли, пошли, по первой лестнице и работать на мастерской буси. Что еще, это перифицированные часы, которые в дальнейшем помогут тебе поступить в бус, у тебя полученные баллы. Спасибо. У меня получается вопрос в одном. Первый вопрос это балландерство это ваша основная профессия. Меня да. Мы еще дополнительно учимся, поэтому совмещаем и учим здорово. Хорошо, тогда второй вопрос. А на какие деньги существует организация и участность? то есть это спонсирование это что? Воскресенье это основные действия программы, которые обделяют непосредственно средства реализации педагогической деятельности и также регион регион новых дел, которым мы ежегодно облигиваем участие. И непосредственно также спонсоры у нас есть. Мы находимся под мунистерством молодежи, поэтому нам не супер сложно. Мы достаточно быстро регионируем эти мероприятия, выигрываем гранты, так же выполняем заявки. На какие-то мероприятия также по денежным покупателям. Но если обобщить это федеральные средства, региональные средства и грантовые конкурсы регионов. Спасибо большое. На памяти поинтересной встрече примите подарок учеников девятого класса. Великим Микросов вручную службу желаете всем отцов и здорово и благополучие счастья в исполнении всех мечтаний и профессиональных побед. Спасибо. Давайте три, четыре. Отличная работа!